Парламент Грузии в пятницу отклонил во втором чтении законопроект о прозрачности иностранного влияния. Именно этот шаг был необходим для того, чтобы, принятый в первом чтении, проект официально был снят с рассмотрения, об этом сообщили грузинские СМИ. Таким образом, Европейская Грузия победила Грузию пророссийскую, ведь именно таким был главный месседж протестов, которые вспыхнули в стране. Протестующие победили. Поможет ли это смягчить настроение в обществе? Или грузины готовы к дальнейшей борьбе для смены пророссийской власти? Как в Российской Федерации отреагировали на грузинские протесты? Обо всем этом говорим далее. Гела Васадзе, автор ютуб-канала «Новости Кавказа», эксперт грузинского центра стратегического анализа. К нам присоединяется Гела. Здравствуйте. Доброго дня, слава Украине. Героям слава. Итак, скандальный закон отозвали, протестующих отпускают. Угасли протесты или не угасли? На акции в Тбилиси оппозиция начала требовать отставки правительства и проведения досрочных выборов. Как, по-вашему, дальше могут развиваться события в Грузии? Дальше могут развиваться события как угодно, но я думаю, что если власти не совершат очень больших глупостей, то на данный момент мы перейдем в фазу политической борьбы. Именно политической борьбы нужно хорошо понимать, что оппозиция к этим протестам имела весьма относительное отношение, извините, уж за тавтологию. Вернее, совсем не имела никакого отношения. Драйверами протестов стала молодежь, которая выросла, родилась уже после крушения Советского Союза, выросла после революции РОС, которая привыкла видеть знамя Грузии рядом со знаменем Евросоюза. И как только эти молодые люди увидели, что у них отнимают европейское будущее, их европейскую мечту, их грузинскую мечту, и отнимает никто, как партия под названием «Грузинская мечта», они вышли на улицы, и вышли на улицы не просто так, а вышли на улицы с желанием сражаться до конца за свое будущее, фактически. И то, что наши власти попытались их разогнать, и у них это откровенно просто не получилось. Потому что в первую ночь действительно был разгон, а во вторую ночь власти не смогли разогнать протесты. Молодежь разбегалась и собиралась в другом месте. Руставели они очищали до полшестого утра, к этому времени уже были перекрыты набережная и площадь героев. И власти прекрасно понимали, что если они примут во втором чтении этот закон, то угроза гражданского противостояния вставала перед ними в полный рост. К угрозе гражданского противостояния они не были готовы абсолютно, потому что понятно, что Грузия это, и слава богу, не Россия. И поэтому власти решили, в общем-то, дать задний ход. Но при этом они оправдали себя так, что, мол, это политиканы забудрили молодежи мозги, а на самом-то деле мы просто не сумели объяснить людям, насколько полезен и хороший этот закон. Но это, как говорится, уже разговоры в пользу нищих. Это молодежь, студенты, только что закончившие университет специалисты, и их преподаватели, кстати, молодые, профессора, профессора там стояли рядом со студентами, они вот реальными стали фактором в политике. Другое дело, насколько политическая структура Грузии готова принять их и структурировать, потому что нужно хорошо понимать, что у нас партии в основном персоналистские. Единственная партия, которая более или менее идеологична, это партия Герчи, то есть шишка больше свободы. Вот эта партия, она либертарианского толка, то есть действительно радикальные либертарианцы. А все остальные партии, это партии одного человека, одного лидера или двух лидеров, у которых практически нет идеологии. Когда я попытался у них выяснять, ребята, а вы про что? Они говорили, ну мы центристы. Ну мы центристы, это самое лучшее оправдание. То есть ни левые, ни правые, ни холодные, ни горячие и так далее. Эти ребята так просто не пойдут под какую-то фамилию. Единственная фамилия, под которую идут люди и до сих пор действительно обладают поддержку, это Михаил Саакашвили. Но понятно, что это не большая часть, и это даже не большая часть общества. Это определенная часть общества, которая разделяет, во-первых, его идеалы, во-вторых, благодаря тому, что он сделал, вот на это опирается. А все остальные персоналии, честно говоря, не дотягивают до этого, просто не дотягивают до этого уровня. Именно поэтому считают недемократичным законом, по которому 5% это проходной барьер. Хотя я у себя спрашиваю, а 5% если партия не может набрать на выборах, зачем такая партия? Вот примерно вот так. Возвращаясь к этому законопроекту об иностранных агентах, которые пытались принять в грузинском парламенте, в итоге отклонили. Неужели правящая партия, грузинская мечта, она не могла предположить, что это вызовет в обществе такую реакцию, что вот та молодежь, о которой вы говорите, которая стала основными инициаторами этих протестов, что ее это возмутит. Они не ожидали такого, что ли? Нет, не могли они этого предположить, потому что когда рассматривался вопрос о судах, никто особо не возмутился. То есть все посчитали это возьмем политиков. Когда рассматривался вопрос об избирательной системе, тоже особо это не трогало. Но я думаю, что это была та самая соломинка, которая переломила хребет верблюду. И сейчас уже молодые люди будут особое внимание обращать на все законы, которые будет принимать парламент, и которые нужно хорошо понимать логику грузинской мечты. Ведь что такое грузинская власть? Вот честно говорят, пророссийская, не прозападная, еще какая-то, еще какая-то. Грузинская власть – это бизнес-проект Безенева Нищури. И все критерии там – минимизация рисков и максимизация прибыли. Вот то, что прибыльно для бизнеса, то хорошо. Или то, что минимизируют риски. Этот закон был признан. Минимизировать риски для будущих выборов. То есть фактически ограничить деятельность неправительственных организаций, которые мониторят права человека, и ограничить деятельность оппозиционных СМИ. Они серьезно, реально думали, что кто пишет это за неправительственные организации и за оппозиционные СМИ. И не могли предположить, что это молодежь, в основном студенчество, воспримет как вызов собственному будущему. Реакция российских пропагандистов на протесты в Грузии скорее не удивляет, чем удивляет. Вот цитата Симоньян. «В случае повторения августа 2008-го с Грузией никто цацкаться не будет и войска туда посылать не будет, а просто шарахнут сразу под Белиси, особо не разбирая». Что это за реакция такая? О чем свидетельствует она? Это очень показательная реакция. И на самом деле это не про Грузию. Это про промежуточные итоги войны в Украине. Ведь раньше что бы сказала та же Марго Симоньян? Она бы сказала, что мы пошлем в Тбилиси русские танки. А сейчас она говорит о том, что они шарахнут. Почему? Потому что на каждый хитрый русский танк есть джавелин с винтом. И в Грузии они тоже есть. Поэтому сейчас они говорят о том, что они только шарахнут. И не более того. А войска они посылать не будут, потому что посылать-то особо уже нечего. На протестах было много украинских флагов. Люди пели украинские песни и украинский гимн в том числе. Звучали лозунги против России. Потому как, напомню, этот закон об иностранных агентах в самой Грузии называли абсолютно пророссийским. И такой, который имеет российский след. Грузины же, это же очевидно, они понимают, что у России и у Грузии враг один. У Украины и у Грузии. Извините, у Украины и у Грузии, да. Враг один. И как так вышло, что позиция народа и позиция власти в этом плане категорически отличаются друг от друга? Ну а все очень просто. В 2012 году в Грузии произошла электоральная контрреволюция. После этого на протяжении многих лет вплоть до... Да, я, пожалуй, думаю, вплоть до февраля 22-го года. И какое-то время после февраля 22-го года. И Европейский Союз, и Брюссель, и Вашингтон воспринимали Грузию как прилежного ученика. Они действительно вели себя как прилежные ученики, которые выполняли все рекомендации. Вот нужно принять вот этот закон. Например, самый интересный закон. Они получили то ли 18, то ли 20 миллионов евро на то, чтобы поднять акцизы на табак. То есть вы понимаете всю глупость ситуации? Поднять акцизы на табак и еще получили до этого, скажем, отдельное финансирование. В общем, такие прилежные ученики и так далее. Но просто вот Грузия, даже более того, власти этих хвалили, вот эти власти, в отличие от Саакашвили, они не шли на конфронтацию с Россией. Они не вспоминали об оккупированных территориях особенно. Они восстановили худо-бедно торговлю. Ну и так далее. Ну а когда наступил февраль 22-го года, эти власти начали вести себя точно так же, как они вели всегда. Тут еще и такая возможность заработать на России. А тут оказалось, что нужно выбирать между черным и белым. Грузинские власти, я еще раз повторяю, это бизнес-проект. Речь идет о прибыли, которую можно получить. И грузинские власти просто элементарно начали метаться и требовать, чтобы им разрешили остаться в серой зоне и получать прибыль и зарабатывать на России. Лично для себя. Вот о чем будет. Как вы видите дальнейший евроинтеграционный курс в Грузии? Как будет развиваться? Ну а куда мы денемся, в общем-то? У нас это записано в Конституции. 85% населения Грузии однозначно поддерживает евроинтеграционный курс. И в общем-то власти приходят и уходят. А мы и есть Европа. Когда в 99-м году Зурабжуане, когда вступала Грузия в Совет Европы, сказал о том, что я грузин, а это означает, что я европеец, многие тогда заулыбались. Сегодня эта фраза, Зурабжуане, это спикер парламента, но один из основателей вообще грузинского гражданского общества трагически погибло, к сожалению. Значит, а сегодня, сегодня эти слова не просто не вызывают улыбки, сегодня эти слова абсолютно естественные, природные, что называют. Абсолютно природные для каждого. И это нормально, так что от этого мы никуда не делаем. Весь вопрос в том, когда. Это примерно тот же вопрос, мы знаем прекрасно, как закончится война Украины с Россией. Мы знаем. Вопрос только во времени. Вы абсолютно правы. Спасибо вам большое. Гела Васадзе, автор ютуб-канала Новости Кавказа, эксперт грузинского центра стратегического анализа, говорили о протестах в Грузии, которые завершились победой активистов. Спасибо.